Я даже хочу рассказать одну небольшую историю, да, то есть если сейчас, почему сейчас вот возродилась вот эта вот необходимость, и все бизнесмены, вообще бизнес, уделяя такое внимание искусству рассказа и истории. Люди помнили в какой-то момент, да, когда уже заполонила, в общем-то, мне сухая информация, что, в общем-то, цифры, факты сами по себе никого не трогают. Они не вызывают эмоции и, соответственно, не запоминают, не дают никакой отдачи. Как вчера Дмитрий говорил, что мы можем банку положить самые ценные продукты, мы можем написать на ней, мы можем получить на нее все возможные сертификаты, но если к этой банке неприклеенная история человека, да, который воспользовался этим продуктом и получил результат, извините, но... Сама по себе банка, она, в общем, ничего не стоит без человека, который за ней стоит. И сейчас очень многие компании вводят в свое расписание штатное такие должности, как официальный рассказчик. Есть одна потрясающая история, которую я прочитала в книге, которую написал директор по коммуникациям компании «Крультовый вербол», мы все, наверное, знаем, да, такая международная большая корпорация, о том, как в книге пришел охотить молодой математик, стажер на позицию аналитика. И ежемесячно этот человек должен был написать отчеты своего руководства. Ну, что такое отчеты аналитика, да, это цифры, цифры, цифры и какие-то, в общем-то, обнестения, протираться через которые практически невозможно. Он, собственно говоря, понял это и решил создавать эксперимент. И очередной свой отчет он представил в виде истории, то есть в котором были персонажи. Сам себя он назвал серьезный инженер, он назвал, дал имена там, можно сказать, никнеймы, да, всем сотрудникам, с которыми он общался по долгу службы. Вот. И написал очень увлекательный рассказ о том, как он проводил исследования, с кем он встречался, с кем он разговаривал. И этот рассказ, в общем-то, этот отчет в виде истории произвел просто в сурор. Потому что руководство, ну, такого никогда не видело, очень сильно это оценило. И похвалили его, и, соответственно, он продолжил писать свои отчеты в виде истории. А закончилось это тем, что человека назначили на, как раз, должность корпоративного, официального корпоративного рассказчика. И он стал одним из самых влиятельных людей в своей компании, в группе РНКУ. И сейчас, как вы видите, да, такая должность есть практически, ну, в любой большой корпорации. Люди вкладывают огромные деньги для того, чтобы научить своих людей рассказывать историю. Чтобы научить своих менеджеров. Потому что, если человек не умеет рассказывать историю, значит, он не может занимать ведущую позицию. Он не может быть дитером. Например, компания Nike даже приглашает голливудских режиссеров для того, чтобы обучать своих менеджеров. Ну, мы ее буду с вами еще вернемся чуть позже, да? Ну, вот. И тоже получится. Я хочу спросить у вас, кто, ну, наверняка, читали, да, книги и «Литераторский женьшень», и позже книги, да, книги Нарето Сираканяна. Читали книги? Интересно? Увлекательно. Почему? Потому что вы заметили, да, что книги начинаются с истории самого Нарето. С потрясающей истории Анны. Они, то есть, ну, практически, я до конца прорисаны вот эти истории, поэтому, читаются очень легко, очень увлекательно, да, и всегда есть желание почитать, а что же будет дальше, а что же было дальше. И вы, то есть, именно вы, вот на вас, на, как тоже вчера сказали лидеры, наш продукт прекрасный, за ним большим исключением, за, что он не умеет говорить, он сам не умеет про себя рассказывать. Поэтому, каждый из вас тоже назначается на должность официального корпоративного рассказчика, и мы с вами сейчас, то есть, мы уже говорили о том, что наши потрясающие лидеры вчера, ну, они видно, что они владеют этим мастерством, и есть определенные, просто законы, да, истории, где мы вообще можем их использовать. То есть, то есть, историю мы можем использовать везде, да, мы можем рассказать о себе как об эксперте в истории. Мы можем презентовать продукт и рассказывать историю о продукте. Совершенно потрясающая история у нашего лидера товарищей книг, да, по продукту. Кто слышал эту историю? Ее невозможно забыть. Этот человек был заведующим поликлиникой и не мог помочь своему сыну справиться с заболеванием. И только брак за этой женщиной пришла на помощь. Презентация бизнеса. Вчера все наши лидеры как раз рассказали свои истории. История Маргариты. О том, как бы я ответ от этого сражения. Почему ты не ушла? Почему ты здесь? Почему ты в этой компании? О том, как промоушен. Алексей Кукушкин недавно тоже сделал промоушен на Дубае и рассказывал свою историю, как так в его жизни случился вот этот первый вояж, первое путешествие. И, соответственно, эта история тоже не могла не тронуть. Звонки. Кто читал Джубы Калин, что лучше, как ты можешь писать вам, да? Что там он советует? Каждый раз, когда у вас есть какая-то проблема с вашим партнером, с новым клиентом, если человек не пьет продукт, если он что-то не делает, то есть позвоните и расскажите ему историю. Прежде чем что-то рассказывать, да? Должны понимать, должны поставить цель. Цель может быть на уровне действия, да? То есть, что человек должен сделать после встречи с вашей историей. Цель может быть на уровне мышления. То есть, как вы хотите, чтобы человек начал думать после встречи с вашей историей. То есть, это на уровне «было-стало», да? То есть, он думал, что продукт дорогой. После рассказанной истории он понял, что это инвестиция в свою здоровье. Или он думал, что этот бизнес не для него, что он очень такой. Ну, что он не успеет. И после встречи с вашей историей. То есть, это не обязательно, что это с вашей историей, да? То есть, это история, которую вы ему рассказывали. Он понял, что все-таки у него есть возможности, у него есть шансы. Ну и цель на уровне поведения, это вообще очень круто. Это самое крутое, что может достичь человек, который рассказывает историю, это поменять системное поведение человека. Ну, то есть, условно говоря, если человек всю жизнь бурил, вы ему рассказали историю, и после этой истории он бросил бурить. Или он всю жизнь переходил дорогу на красный свет, ему рассказали историю, и все, и теперь он понял, что с этого момента он будет переходить дорогу только на зеленый свет. То есть, когда в целом меняется вообще парадигма поведения человека. Вот. Посмотрите на этот слайд, потому что он нам понадобится. Через буквально пять минут. Говоря о Голливуде, да, я сейчас вам расскажу такую схемку. Придумала ее не я, придумала ее вот этот человек, которого зовут Роберт Маккин. Это, как вы видите, самый авторитетный преподаватель по искусству создания историй. Это человек, который обучил, ну, наверное, подавляющее количество голливудских сценаристов. Итак, как же вот Роберт Маккин должна строиться история? Провоцирующий, так, откуда начинается история? Вот точка А, это где вы сейчас находитесь, да, где человек сейчас находится. Что такое провоцирующий инцидент? Это некое событие, которое заключается в вашей жизни, после чего вы понимаете, что жить так, как жили до этого, вы больше не можете. Это может быть какое-то активное событие. Условно говоря, там, кого вы уволили с работы, и он понял, что он хочет сделать, что на работу другую он устраиваться не хочет, а хочет сделать свой собственный бизнес. Или что-то случилось вам с здоровьем, да? Может быть, пассивное. То есть, условно говоря, посидите, ну, в офисе не сидите. Допустим, я сижу в офисе, в пятницу пишу свой там еженедельный отчет, и мне прилетает какое-нибудь очередное задание, и я понимаю, что выходных у меня не будет. И решаю, что все, мне так жизнь надоело, и больше я не хочу вот этого задания, мне надо задаться чем-то другим. Соответственно, вот это, это вы провоцирующий инцидент, и с чего начинается ваша история. Вот, дальше, соответственно, у вас возникает объект желания, да, то есть, если что-то случилось, возникает объект желания, то есть, что вы хотите достичь. И появляются вот эти вот действия, да, то есть, плюсовая мотивация, что я получу, если достигну этой цели, минусовая мотивация риски, да, чем я рискую, и что я делаю. И вот в вашей истории, чем сильнее вот этот момент и вот этот момент, да, чем выше мотивация, чем она вот живая такая, и чем больше риски, то есть, если, если вот этого я не сделаю, то случится что-то ужасное. Вот, тем интереснее история. Обязательно вот этот вот момент, да, силы противодействия. Что это такое? Может быть, это злодей, да, с которым борются герои этой истории, то есть, какие-то силы противодействия. Вот морозные бумаги, их четыре, поэтому тут четыре сделочки, это могут быть ваши внутренние сомнения, страхи, это может быть люди, которые вас отговаривают, это может быть какие-то социальные обстоятельства, ну, это может быть даже стена. То есть, вот, вы идете и сквозь стена, вот это силы противодействия. Соответственно, нет, вот это обязательно должно быть. Потому что, если этого не будет, история вообще очень неинтересная и неправдоподобная, да, то есть, условно говоря, меня купили с работы, я захотела открыть свой бизнес, я его открыла, и теперь у меня все хорошо. То есть, такая история никому неинтересная, она, ну, абсолютно, абсолютно нерабочая, нежизненная. Вот, и дальше, обязательно вот это, да, то есть, когда человек, вот, собственно говоря, вот это ключ, вывод это ключ всей истории. Именно на этом уровне начинается программирование, да, то есть, я вам это все прошу и понял, что нужно делать. То есть, вот это ключевое действие. Я, мне было плохо, стало еще хуже, и тут я понял, что надо что-то делать, надо мне, надо, 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 не знаю, там, людей не будет делать. Вот, и, как только я вот это понял, я получил объект желания. Собственно говоря, если мы посмотрим еще одну маленькую схему, это немножко, ну, это то же самое, только немножко по-другому объясняет, да. То есть, если мы рассказываем историю, там, у нас всякие презентации, разговоры с человеком, то мы не начинаем вот это, я родился, я живился, я там, да-да-да, мы начинаем вот это, я был такой же, как и вы. То есть, мы присоединяемся к человеку ровно в той истории, в которой он находится сейчас. Вот, Ирина, кстати, когда мы с ней общались по поводу того, как, ну, как она работала с людьми, она рассказала такую фразу, да, и в моей жизни тоже когда-то был первый платок чая. Всего далеко соединилась к своему человеку и дальше продолжает рассказывать свою историю. Вот. Ну, соответственно, как правило, да, человек принимает какое-то решение, у него идет сначала прилив энергии, а потом что-то случается, да, какой-то облом обязательно должен быть, вот эти силы противодействия, где он провалился еще сильнее, да, и тут я пришел домой с бабочками, и моя семья сказала, что я была, вот, ну, где-то так, да, и вот тут, соответственно, понял, что он действительно работает и получил объект желания. Здесь более-менее понятно? Да. Отлично. Потому что сейчас начнется самое интересное. Это сейчас еще? Мы с вами будем рассказать нашу историю, вот, мы же не можем вас отпустить просто так, просто рассказать и ничего не сделать. Это же, пожалеете, если вы сюда приехали. Итак, смотрите, когда мы с вами вернемся все домой, у нас будет обязательно пострамошен, да? Пострамошен для чего делается? В общем, ну, для того, чтобы люди прожалели, что они не приехали сюда и поехали в Дубай, да? То есть это, в общем, понятно. Поэтому сейчас мы с вами разобьемся на команды. Ну, собственно говоря, в принципе, вот вы уже сидите за столами, вы уже в командах. Мы тоже попросим тем, кто сидит один, соединиться тем людям, у кого есть еще места за столиками. Итак. По-моему, в общем, все понятно, да? Вот история. Я был такой, что как то и вы. То есть это я до, ну, когда я приняла решение и когда объявили промошен на Турцию. Вот мы в этой точке находимся. Что? Значит, в тот момент, когда вы принимаете решение, что вам нужно здесь обязательно, что вы не можете здесь не быть. То есть у вас извлекает объект желания. Точка В. Мотивация. Какая мотивация? Понятно. Такие риски тоже понятны. Нет денег, пандемия, родственники не пустят. В общем, рисков много, да? То есть, вернее, это силы противодействия, извините. Риски. Что я потеряю, если я не приеду в Турцию? Ну, сейчас вы уже приблизите. Когда вы уже прожили почти два дня здесь, да? То есть вы уже понимаете, что вы потеряли. Ну, вскоре, что у нас сегодня будет еще совершенно потрясающее выступление после меня. Силы противодействия понятны, да? Не было того всего. Но! У меня случился инсталит. Я думаю, как я смогу преодолеть эти риски, как я смогу преодолеть эти противодействия. Все, я это сделал и приехал. Собственно говоря, история может быть, ну, вот вы сейчас на столу поделитесь друг с другом своими историями, да? Вы можете составить одну коллективную историю. То есть это не обязательно должна быть работа, она реальная-реальная, но коллективная. Либо, если в вас очень сильно сохранит история какой-то из вашей команды, вы можете от своей команды рассказать эту историю. Я думаю, что вот сейчас, когда мы с вами поделимся друг с другом этими историями, у нас был потрясающий материал, да? Для того, чтобы сделать потом вообще невероятный госпромож. Давайте сделаем сейчас какие-то действия. Мы сейчас с вами диким. Итак, первый шаг. На вот лежащих листочках, вот этих желтеньких, клеющихся, у каждого на столе они лежат. Надо написать цель вашей истории. Для чего вы будете ее рассказывать? Что люди должны будут понять после этой истории, что они должны будут сделать, или как изменится их вообще поведение после этой истории. Сейчас как целью мы даем вам пять минут. Алёна, включи, пожалуйста, камеру. А потом я вам расскажу, что дальше будет. И, пожалуйста, напишите на вашем листочке номер вашей команды плюс их соответствия к номеру стола. Молодец. Я приветствую всех. Очень рада всех вас видеть. Сегодня мы здесь. И наша история начинается как... А, меня зовут Ксения. Я из города Сочи в Малике, поселок Лазовская. Жили-были клетки в организме. Их было очень много. Жили они, жили. Жили они не особо дружно, как обычно. Изо дня в день, в суете, в своих обычных ежедневных делах. Иногда завидовали друг другу, иногда воевали друг с другом. И каждая отдельная клеточка жила своей отдельной жизнью. Все делали по привычке, изо дня в день. Пили обычный чай и пили обыкновенный кофе. Вдруг в один миг в организм ворвался кофе с женьшенем. И он произвел очень большое впечатление на всех. Его звали кофе-сел. Давай сделаем перс, как вы жили. Все клетки возмутились. Ну зачем нам нужен этот новый, другой кофе? Нам и так хорошо. У нас есть своя энергия с нашим обычным кофе, с нашей жизнью. Нам и так хорошо жить, как мы живем. Давай. Однако, этот герой, кофе-сел, стал проникать в каждую клеточку и устраивать дегустации внутри. И в один прекрасный день, одна из клеточек почувствовала, насколько ей стало хорошо. Как она покрасивела, как она стала хорошо себя чувствовать. Насколько больше стала у нее энергии. Она стала более радостной. О, спасибо. И... Расскажу вам, что вам все привыкли, что он не сильнее уходить в банк. Здорово. И наш третью историю мы с вами не забудем. Кто понял, что нужно? Второе было целью. Что нужно было сделать? Что вы должны сделать прямо сейчас? Кто понял? Хоть купить. Чай купить, ходить. Заслушать историю. Ха-ха-ха. Так. Кто еще понял, что нужно сделать? Так. Все согласны с тем, что цель этой истории была выпечка? Так. А на самом деле, какая была цель 16-я команды? 13-й. Цель 16-я команды цельной истории была оздоровить население Земли. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Надеюсь, что вы не забудались быть бедной. Потрясающая история про герой, герой Кофисел, который навел шурупов в клетках. Кто следующий? Павел. Отлично. Поприветствую. Павел. Поприветствую. Павел. 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 Извините. Павел. 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 Для меня это вообще новый бизнес, вы знаете, я буду много зарабатывать, я всегда зарабатываю, каждый день не должен был приносить результат. Когда я узнал эту презентацию, я был в шоке, мне просто понравился этот бизнес, но, к сожалению, 3 года, я не зарабатываю, я не вижу этот результат. Но за все это время я ни разу не сомневался, потому что я не видел перспективы, я не знал вообще, что со мной происходит, потому что я даже предвидел все эти изменения, улучшения нашей компании, я их чувствую, я их чувствую, когда все писали, вау, вау, как все хорошо, я понимал, что Нарека что-то не устраивает, как и меня. Но, вы знаете, я действительно очень меняюсь, меня бизнес этот очень меняет, и я могу день-два сильно поработать, потом я неделю в нирване какой-то, я думаю, подожди, но надо зарабатывать, деньги заканчиваются. В августе, я думаю, вот мне щелкнуло, просто щелкнуло, надо лететь в курсе. Естественно, это свой счет, только лишь, потому что я промышленно не выполнил. Я в августе делаю жемчуга, возможно, мне пришлось опять что-то за них денег, сюда я ехал, я полностью занимал деньги, но я даже ни разу не засомневался, с августа просто в настоящий день, думаю, что я делаю, денег нет, я еще занимаюсь, куда-то ехать в курсе. Но я просто понимал, что мне это надо, вот что-то мне не хватает. И в итоге я, вы знаете, я даже там мысленно предвидел, что здесь будет происходить, как мне здесь это все будет каждый день происходить, и все забывается. Вот меня, Лика, часто нам рассказывают, Вселенная слушает Вселенную, обращается в Вселенную, говори, что ты хочешь, я думаю, да, хрупкостью какие-то, что-то. Но, вы знаете, наверное, Вселенная начинает меня слышать, и цель моей вообще вывода для поездки, надо заработать деньги, надо каждый день слушать этот результат, любая встреча должна приносить любую. Отлично, Руклана, спасибо. Кто понял, что нужно сделать сразу же после этой истории? Видите, Рукки, кто хочет встретить? Так, хорошие результаты, между прочим, да? Как, заферили, ничего еще? Нет, ничего невозможного. Нет, ничего невозможного, спонтер, посказать. Да. Вы поняли руки, где должны сказать, что вы поняли? Мы можем пойдем, или... Нет? Мы больше, что-то. Так, прием. Да. Очень быстрее, тем более. Я понял, что... Мне это можно сказать, что... Или, если мы не нам помогут, а только... Ну, кстати, тоже не плохой выбор. Так. А что же с новым целью? Приехать, получить новые впечатления, пообщаться... с коллегами. Так, давайте еще раз я чуть-чуть проговорю. Так. Цель вашей истории. То есть цель, это именно цель вашей истории. То есть что вы хотите, чтобы люди сделали после вашей истории. То есть, ну, приехать, пообщаться с коллегами, это тоже цель. Ну, то есть вы, люди, ориентируете на то, что надо приехать, пообщаться с коллегами. Надо действовать, пообщаться с коллегами. Спасибо. Хорошо. Давайте поаплодируем Руслану. Следующий кадр. Поплодируем. Так. Хорошо. Так. Поплодируем. 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 Пандемия, вдруг меня не выпустят, вдруг останусь на две недели в аэропорту и так далее. И вот я советую со спонсорами, у нас совещали онлайн, и спонсор мне говорит, ты просто поставь цель. И я поставила цель, и в итоге 80% промоушена я выполнила за одну неделю. И сегодня я здесь, и я понимаю, что я наслаждаюсь, да, это понятно, я с такими людьми в таком месте. И вот это самая главная работа, и наслаждаясь здесь, я понимаю, что больше шансов попасть в Дубай. Мало того, попасть в Дубай своей командой, потому что вот это все возможно, и двигаясь, приняв цель, и двигаясь в нужном направлении, Я это сделаю, и я показываю своим людям. А сейчас чувствую себя достойной, и кто их видит лучше? Я, конечно, не видимо, больше не играла. Отлично, супер. Но у кого такие эмоции вышли на территорию, кто понял, что нужно делать? Внимите руки. Ставить цель. Ставить цель, и тогда точно сделаешь. Нужно просто ехать. А какой номер сказал у вас будет? Тринадцатый. А на самом деле цель, цель, цель была какая? Цель целых четыре. Чтобы у людей вызвать чувство потери, что не поехали. У вас было чувство потери? Другой. Так, ну вы поехали, у вас не может быть чувство потери, что это вполне возможно, что вы захотели поехать в следующее путешествие, приняли решение поехать в следующий раз с командой. Были цели достигнуты? Да. Ну, у нас уже. Хорошо. Спасибо. Еще раз следующий. Кто у нас? Давай, Раиса. Так, дайте чуть-чуть, дайте музыку какую-нибудь хорошую, веселую, бодрую. А то мы так-то своих целей не достигнем. Так, хорошо. Я Алина Миша Петровна Дива Мустика с компанией «Знакомый с 2001 года». Слушай, я такая же, как это, работа, только работа, но какая-то тюрьма, жилая зона, рабочая зона, я так больше не могу. Но надо что-то делать в компании. Я, да, я знакома с 2001 года, но я ничего не делала. И вот, вот пригласили ехать в Турцию, да, это ссор, в такой отеле, мне надо что-то делать. Нет, выпуска нет, совсем нет выпуска, имейте деньги за свой счет. Дочь школьница, мама болеет. Как оставили маму, как школьницу оставить? Губернатор в Глобусской области изменил каникулы, как раз на этот период. Ес, у меня есть причина, как поехать. Я оставила маму с ней, да, с дочерью, билеты, билеты. Мы нашли хорошее турагентство, хочется пожить в этой сказке. Да, все случилось, 4 дня плюсов, по минимуму, гени, здорово. Слушай, знаешь, я поняла, из-за чего ты хочешь, хочешь, все так складывается, все получается. И я здесь, в этой сказке, я тебе звоню на WhatsApp, да, встретитесь обязательно, я тебе еще расскажу, покажу фотографии, но давай со мной. Ты знаешь, если ты хочешь, чтобы тебя что-то поменялось, там обязательно что-то делать. Если ты боишься, что ты что-то потеряешь, то извини, сначала надо вложить, чтобы потом получить. Здесь было прекрасно. Давай со мной. Я хочу, чтобы тебе тоже было все прекрасно. Чума. Чумовая история, вообще потрясающе, спасибо. Какой? Очень интересный стиль нашла, да? Просто потрясающий разговор по телефону, всем все понятно. Стория, по-моему, цель, наверное, достигнута. Какой стульник? Давайте посмотрим на всякий случай. Какой номер стулька? 14. Так, 14. И что у нас в отдел 14-й столе? Мотивировать человека на поездку в Дубай, изменить свой образ жизни. Ну, нормально. Отлично, следующее, но у нас еще не наступал, давай, Ирина. Ирина меняет их на музею горку. Ирина меняет их на поездку в Дубай. Я действительно меняет, Ирина, 55 лет, город Реметь, в группе бренда ГРУССЛ. На самом деле, стоит человек, который много лет назад не имел даже загранпаспорта. Не имел мечты, потому что тот образ жизни, который был у меня, и те деньги, которые тогда я зарабатывала в 27 лет, да, когда ко мне посвящалась индустрия, у меня был пряп и продаж, позволял путешествовать только вот на трамвае, наверное, вокруг любимого города. И тут моя жизнь боролась женщина, судьба мне подавилась величину удивительным человеком, который влюбил меня в путешествия. На тот момент я уже объездила более-менее в Москве, в Москву, в Москву, в существующем, и мне тоже очень захотелось. Именно так. На данный момент я покупала уже в 28 странах мира неоднократно, и в очередной раз в Турции, в Турции, в моей любимой Турции вместе с командой и брендом ГРУССЛ. На самом деле я выполняла промоушен на Куа, но у нас такая удивительная компания, такая щедрая компания, что пока нет доступа на Куа, нам подарили вот такое замечательное трехметное путешествие в статочную страну, в статочном отеле. Адриль просто потрясающий, путешествие потрясающее. И были ли у меня сомнения, ехать или не ехать, у меня их не было, друзья, я не могу их придумать, потому что я всегда знаю, если я чего-то захочу, Вселенная обязательно поможет. Сейчас нам хотят здесь, нам очень хочется повторить путешествие, но теперь уже в Дубае, в волшебную страну. Я ни разу там не была, друзья, я призываю вас быть вместе, вместе с командой, чтобы мы окунулись в эту прекрасную атмосферу, чтобы мы зарядились вот этим потоком энергии, пообщались с друзьями, насытились, вот наполнились этой энергией энергетикой, которая донесет потом нашим людям, которая поможет зашечь нашими историями фантастическими. И берем, я поняла, что это удивительное путешествие в Дубае. Так. Ну, чувствуете, чувствуете, что я написал свою историю, что есть история, да? А цель была хороша на Дубае, но все должны походить поедать в Дубае. Вы хотели? Отлично. Мы такие вещи. Я поделюсь. Так, следующий. Давайте мы чуть-чуть избоимся. О, Наташа, Ира, давайте. Давайте тоже буду говорить хорошими, Девочки, красивые, Дуби. Держи нас сегодня просто, Дмитрий Павлович. О, ну, это же Дома, конечно. Все, спасибо. Кто будет говорить? Добрый день. Меня зовут Наталья Марковска. И мы вместе с мужем, он с адресом Марковскис. И, вы знаете, 20 лет назад, во время знакомства с нашей компанией, я жила в маленьком городке Белоруссии, совершенно маленькой. И когда я стала развиваться, ездили в компанию, ставили цели, меня научили этой компании. И, вы знаете, однажды, в таком же семинаре в Турции, мы познакомились с мужем. И, поэтому, когда мы видели вот этот промоушен, что надо быть в Турции, вот, в окружении президента, мы всегда стремились выполнять все промоушены, именно из-за того, что быть в этом окружении, не важно где, в какой стране, и каждое вот наше путешествие, оно ведет к повышению квалификации. Потому что люди хотят иметь стиль жизни, такой, как у нас. Мы рассказываем, показываем, и все загораются, и начинают делать. И так из одного путешествия к другой у нас растет команда. Но, вы знаете, как только мы прилили решение, это была эмоция, а потом включился в вашу. Мы ждем Европе, Латвии, Рига, Турция закрыта. Мы ищем, возможно, Сталин. Девочки Сталина, наши консультаторы, да, едем, едем. Тут объявляют, Сталин закрыт. Все отказываются. Я тоже звоню, и все не получается. Потом начинаю думать, думать, нет, я не нарушусь. Я звоню в турферму, говорю, а когда на Турции можно? Там же не вальмутся, потому что я говорю, нет, когда не нарушусь. Но самолетел летит в Турцию. И, короче, вы здесь. Поэтому, друзья, ставьте цели. Есть девушки, которые не замужем. Но благодарю, хорошие путешествия. Будут деньги, будут хорошие ружья, жены, и вообще, всем вам благ. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушек замутилировали. Аплубая будет еще круче. Так, цели команды мутилировать на следующие события, вызов чувство зависти и болезни. У тех, кто не был, показать сей в жизни, вырасти в собственных глазах, попросить заманзельку. Верти в наших глазах, то есть супер вырасти. Вот это такая потрясающая история. Так, так, одни сверху, давай, выводи, вычегида, на лице, но вы просто очень хотели услышать его из-за того, что вы любите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ двух дней существенно получили результат. После чего, так, я поверил в эту продукцию, и с тех пор Стабинина принимает. Я принимаю, я принимаю. Ты какого? Да, ага. Ну, короче, короткая история. Ну, немножко забегу вперед, то есть Фахли действительно очень активно начал выздоравливать семью, семью, а, теща была против. Теща, да. Теща была против. Но он сказал, моя семья должна быть здоровая. И все окружение стало пользуясь за продукцией. Абаха выполнил три месяца назад репармусы с груджамоносом и чек с удивительностью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все наши истории. Потрясающе! АПЛОДИСМЕНТЫ Здоровье и земель пари! АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы, по-моему, на защите выступали на сцену. Давайте поприветствуем! Аплодисменты. Я обучилась от компании, но хочу сказать, что жизнь моя была такая, наверное, как от 25% людей. Однообразная. Работа, семья, дом. Дом, семья, работа. Но в какой-то момент передо мной оказался человек, который сказал, что можно жить по-другому. Понимаете, я просто даже не понимала, что можно жить по-другому. Ну, вообще, мы в больнице живем для детей, а потом для мутов. И вот я поняла, что, кажется, можно жить для себя. Что касается мотивации, да, мотивация была большая. Поехать в Турцию я была там в Турции. И мне очень хотелось поехать. И не только я. Я хотела, чтобы со мной еще обязательно кто-то поехал. И, конечно, для этого нужно было говорить, объяснять, рассказывать свою историю, которую вы объясняли. А потом, естественно, проиграл было много. Вот этот статей, который вы говорите. У нас, вы знаете, в Западжане сейчас такая ситуация, что мы вообще не думали, что мы не вылетели. Пандемия взорвалась. Мне не так было страшно, но, вы знаете, у нас война. И стреляют куда-то, бросают ракеты, куда попало. Не воюют, а просто убивают мирное население ракетами. Но мы, не испугаясь, знаете, мы все-таки решили, что мы доберемся до Турции. Ничего с нами не случится, никто нас не пробьет. Мы сегодня здесь. Я очень рада. Я вообще считаю, что если здесь новички есть, вы знаете, ребята, цель есть. Вот эту цель, вот нам показывали, цель есть. Стремитесь, хотите, и все путем. Давайте друг друга. Собя, отлично. Спасибо, что вы делились. Вообще, очень большой. Так, шестая команда у нас была, да? Ну, в принципе, все понятно, да? Если у тебя есть цель, то никакие препятствия, даже бомбы и ракеты не заставят тебя отступить от нее. Казино составляет, что все предстоящее препятствия. Цель абсолютно достигнута. Кто еще у нас? А, о! Прекрасная. Давайте музыку. Поаплодируем. Четесная парень. Это твоя жанра. Мы из Азербайджана. Мы из Азербродяна, мы 7 лет занимаемся в ТОЭСКОМПАНИИ. Мы сюда пришли в середину сезона, но как познакомились, что можно зарабатывать тут денег? Мы сюда пришли, на моем велосипеде будут слышно. Но я не смог сейчас говорить, потому что у меня служба была такая, что не могла бы быть в стране. Я сегодня тут и очень рад, что я тут наконец-то. Сегодня мы готовы отправить все правосуды, и опять же Туркия, большинство командов, 10 раз командов, Азербайджан. У нас есть большая команда. Так как поставили, не то что мы нужны, просто как обязательства в окно для работы с вашим коллективом, мы сегодня делаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, несмотря что у нас в стране всякие там, как везде, и пандемия, и тем более сегодня военная успеха такая, ну и то что поставили телек, сегодня достигли, мы сегодня здесь, рады почему, и дай вам встречу в Дубай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вообще не стоял вопрос. Мы всегда во всех промоушенах. Кровь без носа мы их делаем, мы попадаем и никогда об этом не жалеем, потому что любое путешествие приносит кроме денег и, ну, вот, выполнения самого промоушена, какие-то невероятные другие вещи для твоей жизни, для твоих классов. Для нас вопрос не стоял. Мы думали о наших людям. Но когда мы стали звонить нашим командам, мы услышали, что у них такая же философия, для них не стоит вопрос ехать и не ехать. Вот. Мы вписываемся, мы едем, мы работаем. Вот передо мной были четыре команды, это наши люди, как вы могли здесь не быть. Именно эти люди, они зажигают их. Ты не должен быть хуже них, ты должен быть только лучше. И зажигать их на эти все путешествия. И очень мы скучали, конечно, за это время, когда не проходили онлайн-события. И конечно, всем звонили и говорили, поехали, мы встретимся. Ну, не важно, ну, приедем, мы посидим в карантине две недели, возьмем с собой побольше продуктов, поможем другим людям. то есть, из каждой ситуации можно сделать конфетку и пользу. И поэтому, поэтому мы всем с нами меняем свою жизнь. Спасибо, Макарина, отлично. Новая серия, целых пять. Ну, тут понятно, да, если, ну, ты нужен под примером для своих людей, и если, как бы, ты не едешь, то, понятно, что ты не можешь рассчитывать на то, что твоя муза байкет. А, так, первая история, а, мы будем нас завершать для 17-й. Кто будет? Где у нас 13-й? Витя, в КСЛ. А, там никого нет, хорошо. Тогда виральная история. Всевышний, что вы слады и вы? Привет! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Я танцу его мира. Я Инатия Кчелнов, как сказали, в первой истории. Ну, и что я хочу сказать? Когда объявляемся какой-то промоушен, мне очень нравится, что у нас все ставят в равные условия. Начинающие партнеры, или то, как-то уже три года в этом бизнесе, или более, мы все в одинаковом условии. С чем как-то встречаются лидеры? Лидеры встречаются с тем, что самых близких людей, родственников, друзей, знакомых, коллег, с которыми когда-либо работали. Мы приглашаем их все в первый, второй месяц работаем. Потому что первый объявляет на этих людей. На сегодняшний день у всех лидеров уже огромное количество людей. У нас стали больше 120 человек в первом уровне. и уже начинаешь думать, а с кем сейчас делать? Нужно с новых людей, нужно делать с новыми людьми, но все в одинаковых условиях, а здесь еще и пандемия. То есть сомнение в том, что мы это не сделали, их не было, даже голову их не впускали. Но здесь начали уже думать, а как? Мы начали продумывать систему презентации по WhatsApp. Именно по WhatsApp мы начали общаться с своими людьми. Мы разжигали желание использовать наш продукт. Насколько он качественный, насколько он влияет на все системы организма. Как в этот период самой сложной можно сделать очень много пользы для своего здоровья. И вы знаете, с чем нам встречаться? Люди слышали, люди услышали, потому что на во-первых у всех страх, как бы не заболеть, а у нас, если взять на вечный человек, у нас было просто что-то невероятное. У нас даже людей некуда было в больнице класть, там все в коридорах лежали. Закрыли все учреждения, закрыли у нас офисы, люди боятся встречаться с людьми. Что мы начали делать? Мы проводили презентацию по телефону и поднимали продукт, спускали нам на веревках. Мы к веревке привязали пакеты и люди поднимали на третий этаж, на пятый этаж, на четвертый этаж, отдельно приводили через сберка. И вот это очень спасало. Но в какой-то момент был, конечно же, страх, что до кого-то видос учитель, или вдруг кто-то здесь может быть. У нас было несколько человек, у которых был коронавирус, и мы им подвозили дом, они подвозили пакеты убирали пракеты. Друзья, а когда мы приехали сюда, это было что-то невероятное. Вы знаете, я уже сказал, что это как Лас-Вегас, это огромный такой отель, это столько впечатлений, столько истинностей слышали сейчас от людей. Время! Время! Совсем и, конечно же, сделаем еще врачи. Дальше врачи врачи у лидера тяжело проводить микрофоны, все ул. Время ненормальное, мы уже очень сильно отстаем по времени. Друзья, спасибо вам огромное, что вы поучаствовали в этом небольшом обучении. и, конечно же,